Капец, как холодно. Да, мы начнем новый заезд. Налтоносцы поиграли Ghost Next героя. Выберите основной клан. От него зависит начальная колода, главный герой и то, что вам удастся найти во время заезда. Пробужденные и рандом. И еще три героя открываются потом. Окей, мы попробуем этого второго героя. Пробужденные. И союзный клан. А, то есть, типа, основной клан и союзный клан это два набора карт ты сразу играешь. Второй герой пассивный. Окей, круто. Изи кейм закончился, да. Мы идем на возвышение, пацаны. Проги сильнее, в начальную колоду добавляются случайные карты. Погнали. Поехали, возвышение. Че уж тут. До двадцатки дойдем сегодня. Сразу без со стартов. Это ж... Я имею в виду, это не возвышение, это... Это бонус. Целебный взрыв. И взрыв мы видели. И прививка восстанавливает один здоровье. Дает один энергия. Возьмите плюс один на следующий ход. Ну, билд на хил. Сразу два беса. Где два беса? Сразу два беса! О, билд на хил. О, билд на хил. Это самая лучшая игра. Прозревшая. 0.10. Вот это мой герой? 0.10? Серьезно? Бра. Трэш. Тот герой был намного интереснее. У нас вообще нет атакующих карт. У нас тупо куча защиты. Куча хилок. Но целебными взрывами можно дамаг наносить. Читай героя. Чё про неё читать-то? Она танкует, потом взрывается. Она взрывается? На ней ничего не написано вообще. Она просто 0.10. Может потом она начинает? А, вот мы её можем усилить. Месть. Срабатывает при получении урона. Месть возьмите 1. Или шипы 10 на неё повесить. Когда она получает урон, мы берём карту. Наверное, шипы проще. Шипы хотя бы понятно. Дополнительные карты это... Дополнительные карты это хорошо. Но это при получении урона. То есть дополнительные карты будут в конце. Давайте шипы. Билд на шипы. Просто и без лишних телодвижений. Стартовый арт. Дорожный молот. При каждом накладывании на союзных бойцов даёт плюс 4 дополнительное к броне. То есть усиливает броньки. И гнездовая рамка. Наносит 2 урона каждому бойцу, врага и идущему между этажами. Мы видели столько противников. Особо опасных противников, у которых куча хп. Вот эта гнездовая рамка звучит как отличная вечеринка против всякой мелочи, которая сильно дамажит, с невидимостью там или ещё чем-то. Она будет их контрить в ноль. По-моему, берём это. Дополнительный бонус к броне тоже звучит неплохо, но как-то... Эээ, не знаю. Священники рая. Эти послушники посвятили себя служению раю и пытаются лечить своих спутников. Лохи. Эм... Короче. Воздаяние. На бойцов, не боссов, врага при входе накладывается 3 шипов. Мы их вынесем героям. Герой их шипами тупо убьёт. 75 монет, давай. Просто не бей. Не бей их, лол. Второй персонаж вроде слабее первого. Ну, знаешь, когда начинаешь в Slay the Spire играть, тоже кажется, что безмолвная слабее лотоносца. У неё же нет облика демона, но... По факту, когда ты безмолвная научишься играть, она может быть сильнее лотоносца. Поэтому. Ваншот, ванкил. Мне кажется, беза просто так нет смысла играть, особенно в начале игры. И у всех шипы, блин. Жесть. Так, ты воруешь мои деньги, гад. Ау, целебный взрыв нанесёт целых 5 уронов по всем. А, переднему бойцу целебный взрыв наносит урон. Мы не можем убить коллекционера, он украдёт наши деньги. Реально нет никакого способа его убить. Вообще никакого. F деньгам, да. Переход с стража на этаж 2 урона. А, кстати, да. Тоже есть такое. Нам выгоднее на третьем этаже ставить своих. Нам выгоднее делать билд на третий этаж. Да, 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 да. То есть, стюартов надо на третий выставить. Вы абсолютно правы. И- Просто сыграет целебный взрыв. 5 урона на дороге не валяются. Да, переход будет ваншотать всю мелочь. Надо об этом думать и запомнить на будущее. просто ставь стюартов. А, мы не можем их выставить, у нас места мало, да. Абсолютно верно. Мы просто будем ставить всех подряд. Пофиг на шипы. Шипы для нас даже выгодны. Мы сможем эти хилищи и взрывы играть. Мы получили чуть-чуть урона, но это... Надеюсь, не засчитает. Шипы работают? Шипы у нас срабатывают нормально. Ты что такое? Ты босс местный. Раз добавляешь плеть и бьешь на 4. Но почему-то убиваешь нашего героя. Не-не-не. Дело в том, что пошел ты в баню. Он все-таки убивает героя. Ну и пофиг на него, да? Пускай убивает. Прививка не спасает тебя. Что мне не нравится? Мы спасли третий этаж, но герою бесец. Сейчас надо релик, да, взять, который хилки запрещает. Он получит тонну дамага за вот это вот все. При каждой атаке на героя 10 урона. Мы как-нибудь 37 нанесем? О, господи. да, да, смотри. Слепный взрыв раз. Слепный взрыв два. Асталависта. Нормально для первого боя. Поглощение дает пять регенераций. Ух, сок диколесья. Короче, это будет билд типа на отхил. Наносит три урона, перемещает цель вперед. Не-не-не-не-не-не. Вот оно. Пять регенерации. Огонь. Яу, Баз, привет. Добро пожаловать на стрим. Клапан это мы видели. Шесть ярости. Ярость, каждая ярость это два силы. То есть, шесть ярости это 12 силы на самом деле. Но еще один бес. Это же бес. Он красивый. Он ня. Камон, надо брать беса. Он ня. Всегда бери беса. Можно бафнуть чары, бойцы адских отродий, бойцы пробужденных. Но мы вроде как делаем билд на на пробужденных. Стоп, стоп, стоп. Сначала бойца пробужденных, потом бафы. Пробужденный пустой. А, вот этот чувак, которого надо хилить и который от хилок получает бафы. А второй это колючий пустой. Повышает максимальное здоровье на 40, омоложение отдаёт 2 шипов. В общем, и то, и то, примерно один и тот же эффект. Но этот бафается на шипы, а этот бафает силу и хп. Они примерно одинаковые. Ммм. Ммм. Привет, булка. Добро пожаловать на стрим. Шипы, по идее, интереснее. Но у этого базовые статы лучше. У него хп больше и базовый урон больше. Но шипы на многих... Мы видели очень много боссов, которые атакуют много раз подряд. То есть на них будет двойной эффект шипов. Мы ищем шипы, мы ищем максимальное хп. Ярость тоже неплохо. Ярость... У нас кто-то атакует несколько раз. Нет, у нас в основном все танчат и хотят жить долго и счастливо. Дает бойцу плюс один размер, 15 урона и 40 защиты. Камень увеличения наша пастова. Но у него будет размер 4. С ним влезет только бесс. Сейчас с шипастом влезает стюарт. Или босс. На героя мы не можем навесить камень. На героя нельзя камни вешать. Увеличить размер бесу можно. Но тогда он тоже не совсем подходит. здесь 10 урона неинтересно. Ярость тоже неинтересна особо. Или мы можем взять очень-очень жирного шипастого. Прямо омега жирный шипастый. Плюс 40 хп. И наплевать. Пускай он с бесом тусуется. Но это будет такой шипастый, что всем мало места будет. У него будет со старту 55 хп и плюс много-много защиты. Давай попробуем так. Попробуем этого сделать жирного шипастого. У нас остается мы можем еще рольнуть. Но по-моему нам надо удалять начинать факелы. Вот для этой колоды факелы вообще никак не заходят. Почти всегда для нас будут для нас почти всегда будут важнее бонусы на хп здесь. Если мы играем через шипы. Проводники послушников. Это какой-то другой босс. Мы такого не видели. Но не босс это элитка. пользуется познаниями о вашей поездке чтобы подниматься быстрее чем другие послушники. Вот так. Какие хитрые. На бойцов врага при входе накладывается 10 брони за призыв бойца. Драфт основного или союзного клана. Погнали квест. Пока начало игры, это как в спайре, наверное надо рисковать. То есть использоваться логикой спайра нужно максимум риска в начале. И они получают урон при переходе на каждый этаж, но перемещаются с первого этажа на третий. Ну и лол, пускай перемещаются. Ставим на третий этаж колючего пустого. Пускай перемещаются. у них 10 брони ну да. То есть прозревшие их не убивают. здесь без там 5 урона массового. Бес прозревшие здесь затащат. А, что, мы можем прозревшие без пустого на верхний этаж. потом его начнешь. А, подожди, стой. Колючий пустой целебный взрыв убивает их полностью. Потому что это отхилит 10, то есть нанесет 50 урона. одному одному точно одному я идиот. Ребят, не обращайте внимания, я дурак. То есть не надо ничего говорить. Я понял. Я придурок. с другой стороны как бы. Мы живы? Все не так плохо. Вора убивают. Вора убивают. Нормально. Привет, слайдмен. Добро пожаловать на стрим. Как ты себя чувствуешь? Спасибо за то, что поинтересовался. Неплохо. Все хорошо. Усиление. А, это вот он дает ускорение. Можно было вот этих чуваков снимать, а не с них бы ускорение снималось. Да, шипастый на стакал уже 12 шипов. Шипастый после всех отхилов в итоге становится сильнее, чем все остальные, кто у нас есть. У него шипы. Но мы их всех убиваем. Все. да, шипастый это жесть. По-моему, правильным ходом было его бахнуть. Он стал мега сильный. С регеном вообще огонь. Больше регенерации. Мерцание восстанавливает здоровье всем союзникам носит урона всем врагам. Не-не-не, больше регена. без грамотей. Вас возвращает случайные поглощенные чары. Реген поглощается? Да. Больше бесов. Больше шипастых. Не-не-не, рогатый воин. Нам нужно больше шипастых. Все шипастые. Второй не. У нас есть второй бес. Огонь. Первый предатель относит 30 урон переднему бойцу врага при актуации карты с поглощением. Что? Вечное пламя. Артефакт минус 2 к стоимости бойцов. Минус 2 энергии к стоимости бойцов. Простите. Вы хотите сказать, что у меня станут бесплатные бойцы? Почему такие имбы? это не сильно или жирно? То есть это сделает бесплатными всех 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 бойцов. Я просто не вижу смысла этого не брать. Нам больше не нужна будет энергия. Обе имбы. Надо обе брать. Надо две брать. И потом мы будем чисто размеры поезда улучшать. Мы не будем улучшать энергию после босса. Баланса нет. Мне нравится. разлом во льдах вынуждает кастолома остановиться. Вы уже встречали подобное явление. Они часто помогают увеличить численность войск с помощью древней магии. Но этот разлом необычный и нестабильный. Если в разлом что-нибудь кинуть, это может повлечь за собой неожиданные побочные эффекты. Но если из него просто выкачать энергию, результат более предсказуем. Поглотить издалека копирование карты, бросить что-нибудь копирует карту пять раз. Я не ослышался, копирует карту пять раз. Имя виду пять. Не один, не два, пять. Он сейчас будет семь бесплатных колючих пустых с вот этим бафом. Он все испортит. Копия рандомной карты, случайной карты. тут рандомную карту. Все, я понял. Что-нибудь внутрь. Но если нам скопируют колючего пустого чат, вы можете представить, как это будет? Семь факелов? Всего два факела в колоде. Каковы шансы, что, блин, из колоды в двадцать одну карту выпадет один из факелов. Шанс минимальный. Копия. Копия любой карты. Копия любой карты, чат. карты. Копия карты. на карты. в холоде. А я, пожалуй, буду пропускать в дальнейшем карты. Здравствуй, Динал. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Как бы, я не знаю. То есть, готов ли ты кое к чему, но... Сейчас. Один. Два. Туда больше ничего не помещается. Ну, не важно. Ах, бомба, говоришь, да? Ну, ладно. Я имею в виду, может быть, мы и на этот этаж поставим... Не знаю, может быть, шипастого пустого. Чисто так идея. Очень шипастый пояс. Если бы он взял пять регенов, то шипастые были бы неубиваемые. Ну, так-то да. Я вижу в этом смысл. Но с другой стороны... Насколько круто иметь бесконечный запас шипастых, которые бадбафанные на огромный плюс к хпф. И которых мы можем лечить. Бесконечно лечить практически. Я имею в виду. Пускай они попробуют пробить. У них с каждым хилом увеличиваются шипы. То есть на нем 16 шипов. За каждый реген еще шипы. И так далее, и тому подобное. А бесы будут их спонсировать этими регенерациями. Куда еще беса накинуть? Сюда только беса можно кинуть. Пять урона по всем смысла не имеет здесь. Пофиг. Бес, иди бафай. Бафай самого большого шипастого. О нет! Он атакует! Что же мы будем делать? Даже не знаю. Может быть мы сделаем миллиард шипов на нашего шипастого на первом этаже. И он убьет себя за пару ходов сам, босс. Очень долго. Давай быстрее. Поглощение. Удваивает броню бойца. Ты бил на баррикаду, да? У нас брони пока вообще нету. Опять фаер сломал. На каком именно поезде ты путешествуешь? Это сапсан? Лучше это костолом. Накладывает две регенерации и два шипов. О! Окей. Мы берем вот это вот. Я же не знаю. Я не знаю. Это время чтобы остановиться. Наверное, время остановиться. Демон изувер. 50-50. А, мы, наверное, вот этого демона возьмем. Демон 50 на 50. Я так понимаю, что он бы стоил 4. Но у нас какая-то какой-то непонятный артефакт, который почему-то дает минус 2 к стоимости всех бойцов. Поэтому, наверное, я возьму демона, который 50 урона наносит. И нам не нужна энергия. Нам нужно место. И на следующем этаже мы тоже будем место брать. Тогда у нас поместится шипастый и демон изувер на одной клетке. Стоит копию любой карты, если это не ерун. Я имею ввиду. Пробужденный пустой. Этот бафает отхилов эти хп. Но, по идее, мы пытаемся играть через шипастых. Нам не нужны вот эти всякие пробужденные пустые. Это все фигня. Скип. Да, просто скип. Удалить. У нас эти факелы играют лучше, чем стюарты. Удалить стюартов. Они 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 сейчас будут влежать с шипастыми. Стоит ли удалять стюартов, если мы если они влезают с шипастыми? Эй, они за ноль. Мы их разыграем очень быстро. Нам лучше копировать не регенерацию, а беса. Беса громотия. Он дает нам беса на поле боя и регенерацию призывает. Удаляя они бесполезны. Ну ладно, давай стюартов удалять. Ну, мне кажется, что стюартов лучше удалить. Так, и копию. Копию регена? или копию прививки? Прививка бесплатная. Облако спор. Беса? Споры как гнев. Ну да, вот я думаю, наверное, одной хватит. Демона изувера копировать? Ну, это неинтересно. Хотя он прикольный 50 на 50. Церебные взрывы? Мне кажется, что реген лучше. Давай вдвоем реген. нам нужно много регена, если мы собираемся сделать это рабочим. И больше шипов для героя, да? Герой шипы 20. Поехали. Бескрылые мучители. Да, 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 да. На бойцов врага при входе накладывается 15 брони. Да, 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 да. Думаешь, добор надо было взять? Не знаю, может быть. Кого же мне сыграть? Ну, наверное, мы сыграем, даже не знаю, может быть, колючего пустого, и может быть, с ним вместе мы сыграем. Нет смысла ее играть. пускай она танчит, пока он бафается. Герой будет танчить, короче. Колючего пустого мы сюда сыграем, и, наверное, целебный взрыв. Как-то вот так вот. Мы еще не сыграли реген. Наверное, нам нужен колючий пустой на третий этаж. Нас еще пока ничего не сожгли. Для колючих больше места нет. Нам нужно увеличить место в поезде еще на один, тогда мы по два колючих сможем играть. Нет, они украли наше золото, козлы. Вообще, козлы полные. Просто гады. Не украли. Ха-ха. Какие занимательные ходы у нас. Деньги были спасены. Не волнуйтесь. Кто на третий этаж пришел? Вы. Псы. Эх, демона некуда вместить. Бра. Эй, они добрались до моего сердца. Что за дела? Они не всегда умирают от шипов. Ну да, я вижу проблему. У нас мало дамага, поэтому шипы не всегда работают. Я понимаю, понимаю проблему. Особенно если чуваки приходят сразу на третий этаж, то они могут пробиваться к сердцу. В общем, не все так просто, как мы думали. Да, вот он. И он сейчас перепрыгнет на следующий этаж. О, господи. Что происходит? Ха-ха. В общем, нам нужно будет какие-нибудь защиту для сердца найти. Ты мертв. Ну, мясо полное. Этот забег выглядит перспективней первого. Джо-джо файт произошел. Вот это точно. Добавляет три штуки карты укол в вашу руку. Укол это заточки, да? местные заточки. Консервированные шипы. Ну. Это три добора на следующий ход, но с другой стороны, смотри, какая хилка. восстанавливает восстанавливает 25 здоровья, возьмите плюс два на следующий ход. Да? Наносит пять урона, дает двадцать брони. Жертва бес. Окей. Можно же беса в жертву принести. скип. Нет, нам надо принести жертву беса. Берем ритуал обжига. Технически это не хил. Хотя, знаешь что? Нам всегда выгоднее хилку сыграть, чем броню. У нас у шипасток только с хилом идет комбинация. По-моему это скип. Мы не будем жертву бес подносить. Ты эти пять урона захилишь? Да, но это будет стоить две энергии. золото, пещера, удаление карт. Нам есть что и поудалять из колоды. Если вы знаете о чем я. Так, что у нас тут? Стюартов оставшихся удалить в баню? Или факела? Стюарты хуже факелов? Но стюартов ты сыграл и они ушли из твоей колоды. Стюартов можно слить на первую позицию, чтобы их слили. Непрокаченного пустого? Пускай будет. А факела постоянно мешаются. Стюарты могут хотя бы съесть какой-нибудь удар лишний. Факела вообще ничего сейчас не делают для нас. Мне так кажется. Быстрота такой тренш. Нет. Вот хп нам нужно. Нам нужно хп на шипастах. У нас 500 голды. Так, какие у нас шипастые бафаны? У нас тут был один не бафаный шипастый. Вот он плохой. А, ну подожди, это на них последний. Может быть подождать и шипы на них вешать? Может обновить? Не вешать на них просто хп. А, наверное, хп можно вешать. без зазрений совести. Быстрота не нужна. Еще хп мультиудар. А, вот шипы. Тебе шипы. Они, короче, у нас разные будут шипастые. Кто с хп? Кто босса? А, мы больше не можем обновить. Мультиудар, да, наверное, хорошо изуверу повесить. Сотка урона. Если мы его все-таки будем играть когда-нибудь. в чем я сомневаюсь. А, на блокарту удалить. А-а-а, мисплей. Телебои на каждом этаже появляются вражеские бойцы. Та у тебя дурочки с невидимостью, да? Появляются. Мы уже дрались в этом бою. Там появляются чуваки, которые невидимые. И что они еще делают? Они с урон при смерти. Пофиг. Погнали. Гаси их. Опять дамаги. Что-то такое они наносят. Первый ход будет трэш, но при переходе на следующий этаж не получают два урона. То есть автоматом умирают. Если мы просто сейчас завершим ход, они все умрут. Можно ничего не играть. А-а-а, это какие-то другие. Они дают баф от союзников. Просто ничего не играй, лол, да? сыграй, пусть лечится. Ну, да, ты, наверное, прав. Нам нужно колючего пустого сюда сыграть и на него повесить реген и хилку. А, мы отхилили полностью. Мисплей. А, нет, он же покосался, да. Классно. Совсем чуть-чуть контрит артефакт. Совсем слегка. Слушай, я этих парней не буду с... А, пофиг. Шипастый затанчат. Мы можем плохого шипастого сюда кинуть, пускай они его убьют. на тебе яростный. Очень яростный плохой шипастый. А, первый этаж сливной. Или не сливной. даже первый этаж как-то там что-то дерется. Жесть. О, демон с мультиударом. Не вмещается. Да, нам нужно еще бафать вместительность. Чем ты убивать будешь? В смысле, чем я убивать буду? Шипами. Проблема, что они до сердца периодически доходят. Наверное, надо на третьем этаже ставить демона, чтобы он добивал остатки. То есть здесь два шипастых, на третьем этаже демон. Без громотей, спаси меня. Куда их дамажит, а? или больше хилок накидывать, чтобы было больше шипов у всех. Вообще у нас герой с хорошим уроном от шипов идет, но я дурак. поэтому плохо его выстрел. Зато босс никак не может добраться до третьего этажа. Босс вынужден будет пытаться убить всех, чтобы дойти до финального боя. Это босс? Это босс, да. Блин. Я слил первый этаж. Упс. Больше сказать нечего. Демону надо баф скорости, чтобы он сразу их шотал. это кстати отличная идея. Мы на него двойную атаку повесили, теперь на него надо даба скорости. Окей. Goodbye. 600 золота. 30 здоровья дает 4 регенерации пробуждения. я имею виду. Да? Я не знаю. Какой нам нужен баланс? Еще одна жертва беса. Наносит переднему вражескому бойцу 50 урона. На последнем этаже став героя и демона. Герой сам по себе отхила не бафается. Первые этажи там у нас стоят шипасты, а последний этаж там герой и демон. Жертву. Но нам жертву бесов надо будет приносить. Это нехорошо. Бесов нельзя приносить. На последнем это же гадское пламя по кд. Тоже можно. Нельзя, нельзя в жертву бесов. Вы что? Цены торговлиц снижены на 25%, 690 золота. Чары получают дополнительную ячейку для улучшений. не, 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 дай мне снижение цен у торговцев. И сейчас мы будем покупать все артефакты, короче. Накладывает путы на бойцов, происходящих на этаж перед под пеклом. Вот это нам очень нужно. Пекло получает 40 хп, пекло получает 15 атаки, но я имею ввиду, вот это точно. Нужно нам бафать пекло. Билд на пекло. Либо попытаться вытащить что-то поинтереснее. Атаку на пекло точно. Здесь ним не будет. Ну я имею думаю мы можем рольнуть и купить три других артефакта. Хп пеклу нужно. Мне тоже кажется что 40 хп для пекла это очень много. Сохраняет энергию между ходами мороженка. Вау. Бойцы получают дополнительную ячейку улучшений. О господи. Союзники при появлении получают три ярости. Окей. Мы берем мороженое и ячейку улучшений. Это вообще пог. Полный пог. Ха-ха. Мы удалим из колоды стюарта одного. Вау. Совсем чуть-чуть усилились. Немножко. Фелл крылья света. Мы с ней дрались в прошлый раз. Гипсовые страницы получают мультиудар. Фелл усиливает бойцов яростью. демоны. должна выбивать максимум взрывов. Что происходит? Страж мультиудар. Она навешивает ярость. Все фига не бьют. Мы хотели последний этаж. Прозревшая демон, да? Чем тебе мороженое? Ну, оно никогда лишним не бывает. У нас есть дорогие карты. Можно на первый этаж героя поставить. 20 шипов. Это очень круто. Снимать их до того, как они доберутся до третьего этажа. Ну, по-моему, разумнее героя на третий этаж и демона за нее спрятать. Пока у демона нет ускорения. Шипастому на первом сейчас будет больно, но типа что делать? Кому сейчас легко. Мы не крылатые, мы сильнее. Да? Логика железная, конечно, ничего не скажешь. Демона пока нет, значит, нам пофиг. в общем, хили вот этого чувака пока что. И вот, например, у нас карты за три есть, которые мы с удовольствием сыграем тут. Колючий пустой. Так какой из них это хороший бафанный? Ну, они оба бафанные. Я не помню, на что они бафанные, но пофиг. Бейсь. так, где мой демон? Аллоу. Герой их не убивает, но на них путы, на чуваке путы, он будет вынужден здесь драться два хода. Путы перед заходом на четвертый этаж это огонь. То есть, чуваки тупо вынуждены сидеть два хода на третьем этаже. Вот, наконец, демон. Ярость сюда. тупо хилим героя. Держитесь, шипастые. Танкуйте! Танкуйте, как никогда не танковали. ты просто толстый. Почему ты убиваешь моего маленького демона? Атакует всех бойцов. F демон маленький. На ком нет регенерации? На тебе нет регенерации. Тебе нужна большая хилка. стюарта просто стюарта некуда посадить. Не хиль первый этаж, там плохая колючка. Но зато она принимает на себя весь начальный урон. Мне кажется, что уж совсем ее не хилить не стоит. Может быть не стоит прямо захиливать ее полностью, но второй этаж точно важнее хилить, это правда. Кстати, насчет мороженки. У нас всегда не хватает энергии сейчас. Мы же не взяли апгрейд на энергию, да? Мы взяли апгрейд на место. Босс пошел? Нет, еще нет. А у тебя еще регена. Герой нормально? Можно герой еще хильнуть. Героя выгодно захиливать, но шипастые со временем становятся сильнее, чем герой. В итоге. бьешь чего? Десять два раза. Если шипастого долго хилить, он бафается и становится намного сильнее героя. Эээ, она сломала мой этаж. Хьюстон, у нас проблемы? Нас вынесут нахрен. у него 800 хп. У нас столько шипов в колоде нету, чтобы 800 хп вынести. хп 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 даааааа. да 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 бес сражался до последнего сердце убей ее спасибо надо подумать насчет тактики мне кажется это безумие может работать только надо подумать поглощение накладывает быстроту бои атакуют раньше врагов бесовщина наносит переднему вражескому бойцу урон равный умножить на 15 количество бесов в вашей колоде это будет сейчас 60 урона я билд на боссов это как это это marvel туда 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 а блин она работает только пока без и в колоде или нет мы должны потайся вы должны попробовать и нам нужно место еще место больше места у нас сколько места подожди где пишет у нас 6 место все мы сделаем 7 места мы сможем ставить Шипастова И И демона Шипастова и демона на один этаж В этом есть смысл? Шипастова и демона на один этаж поставить Наверное? Да, да Мороженка же энергия Шипасты и демоны в целом сильнее Лучше чем с героем Если демон заряженный Давайте попробуем Сейчас попробуем Я здесь приду, чат Демона на один этаж поставить Шипастов и демона на один этаж поставить Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, у нас здесь осталось еще... Как раз... Подожди... Это тормоз, что ли? Мы вытащили сейчас усиленно вашу колючего... Да, вот он! Мы игровой играем сейчас на... На второй? На третий? На второй! Вор... Да, вора мы убьем! Не волнуйтесь! Не волнуйтесь, чат Минус вор А, переднему бойцу, блин Вора не убить бесовщиной Ну? Фейл Вор, козел Что здесь сделаешь? Ха-ха, говорит Ушел Ф-золото Вот еще один шпастый Это который на третий этаж пойдет И за ним демон Начинаем хилить Здесь у нас все еще герой стоит То есть за героем еще надо шпастого поставить И за этим шпастом еще демона Героя просто держим под хилом Потому что... Герой у нас сразу идет с такими огромными шпами Я думаю, что он сильнее шпастых Герой у нас сейчас самое сильное существо в колоде Вор ничего не своровал? Он не ворует? Он так, для прикола что-бы? Демон второй этаж Шпастый на первый этаж И мы начинаем просто тупо все хилять тут На полную Вор не ворует, а деньги дает? Какой хороший вор Это что-то новенькое Воры, которые деньги дают Мне прямо нравится Надо, чтобы... Стараться, чтобы на всех шпастах всегда висел реген То есть на всех шпастах всегда реген То это огонь Если на всех шпастах всегда реген Нам бы массовый реген какой-нибудь Юный бес на ком нет регена эй на всех есть реген на тебе нет регена держи реген о босс как обычно выносит первый этаж в ноль да и за ним еще какая-то хрень капец как ее убить то нам не нужна моя обилка на бесов чтобы а мы его не убьем черт герой с полным хп чума не все умирают что за дела нам тогда выгоднее лечить следующий этаж не заморачиваться с первым этажом если первым этажом все равно 50 герой не лечи это ваше паства лечи его сильнее они убьют его они убьют его kill герои никогда не умирают спуск целебное отступление спускает бойца восстанавливаем у 10 здоровья спуск на этаж перемещения начало очень странно укрепляющие укрепляющие зелья поглощение возьмите плюс три карты на следующий ход просто карта на следующий ход звучит как отличная вечеринка но прививку Я понимаю, что она Бесплатная, грубо говоря Спуск имба Ну и что, мы всех спустим? А Они могут спуститься Даже если на этаже нет места То есть мы сможем двух шипастых поставить Да? Да? Серьезно? Ну, у нас уже не имеет смысла Мы уже сделали себе билд У нас демоны Где фирменная потестим Но она не будет работать Нам буквально не с чем это играть Слушай, ну это была бы имба Если бы так можно было делать То есть ты мог бы настакать бесконечное количество чуваков Ты мог 20 человек Это не может работать Не может работать Потому что если бы это так работало Ты мог бы 50 монстров На одном этаже настакать Это 100% не будет работать Это так работает 100% Чат, вы меня дебейтите У меня чувствую, что меня дебейтят У меня, у меня чувствую, что меня дебейтят У меня дебейтят Чат, я вам не верю Вы меня любите Я вас тоже люблю Но я вижу слишком много кап В счастье Таран наносит вражескому бойцу Равный Четырем Х4 количество брони На союзных бойцах Удваивает броню Все на броню Скипл Да, прадед таким Такой колода Еще немцев Побеждал в 45 Чары укола Дают 20 хиле магии Призвав второго бойца за ход Вы получите 3 энергии О, вот это нам нужно Да Это халявная энергия с мороженком Ошеломительный уголь С вероятностью 30% Оглушает Вражеского бойца Проникшего в ваш поезд Простите, что? Просто оглушает чувака Который заходит Шанс на 50% Любого противника С которым ты начинаешь бой С шансом 1% Ну, есть тут, конечно, шансы Как в Экскоме, да Вот у нас здесь апгрейд На ШП и на ХП Так что Нам нужно 30 оставить На апгрейды И Нам не хватает Но Подожди А, у нас же есть Дополнительные слоты Для апгрейдов Для чуваков Апгрейды важнее Мы можем загрейдить Наших шипастов По полной программе Мы не берем знамя Нам лучше грейды Особенно с нашими скидками Еще Мультиудар В демона Можно Но Если мы выиграем Мы, наверное Знамя Больше кастов Регена Да, тоже правда Мне кажется Апгрейды на бойцов Важнее Дешевле Больше эффекта Будет Вот наши Три шипастов Которых мы будем Выставлять У нас, кстати, много Лишних шипастов Которых, наверное, надо Удалить Тебе шипы Тебе хп Терророл Быстрота Такой вот раньше врагов Ну Для демона На это не так актуально Еще шипов Я не тому дал Что-то Что-то дал Кому-то не тому Вот он Один тройной А вот он Один тройной Нужно шипы Одному из вот этих двух Дать Да, одному из вот этих Быстроту еще Демона Все-таки Одному демону Ну, наверное, это хорошая идея Ярость И ярость Этому самому демону Пускай будет забафанный По полной демон У нас тут удаление Двух карт Так, что нам удалить? Наверное, мы стюарта Удалим, да? Эп стюарт И я Одного из шипастых Кто у нас тут Плохой шипастый Прости, шипастый Ты Не прошел Естественный отбор Ты был хорошим бойцом Наши пасты На три слота На три слота Нам не нужен Серафим Раздетель Серафим Родительный Конец уже близок Великий Предатель Поглотит ваши чары Если хотите победить Запасите их побольше Каждый ход Первые использованные чары Получают поглощение Окей, понял Первый использованный спел Сжигается Сразу движуха Вау, нам сразу два вышло Плохих шипастых У нас двое запгрейдженных на третий уровень Шипастых И двое на второй Но мы хотя бы хотим Поставить Тройку, тройку, двойку Герой на первый этаж Сразу Чтоб мелочь чистить И Мы сюда хотим Шипастого поставить Но ни одного из этих Поставить как мясо их Кстати, вариант Да Пускай танчат Пускай отрабатывают Да Бабло вложенное В них Демона мы наверх поставим Это Слабый демон Это слабый демон Их убьют Если я их не буду хилять Их убьют Убьют, убьют Не волнуйтесь Вот у нас есть более слабый демон И более сильный Самого сильного демона На третий поставить Или на второй Как нам лучше То есть Чтобы он подольше пожил И в самом конце Начинал бить Слабый демон Должен стоять Наверное на Потому что у более сильного демона У него Быстрота Самый сильный на третий Мне кажется Самый сильный на второй Потому что у него Да ярость у него Слетит в любом случае Ярость до босса не доживет Ярость это так Ярость на По-моему Самого сильного демона На второй Потому что у него Быстрота Чтобы он не давал Доходить до третьего этажа Людям А на боссе А на боссе Там пофигу Есть быстрота Нету Быстроты Так-то во всем остальном Они одинаковые Эти демоны Но они Против босса Они одинаковые Эти демоны Абсолютно У них никакой разницы У того только Быстрота есть Вообще Его наверное Надо было поставить На первый этаж Демона Может быть Демона Надо с боссом Поставить Сюда Есть еще Такой вариант У нас кстати Бесовщина пришла Стоп Бесовщина Сожжется Если мы ее сыграем Нужно мне ее играть Что мне с ней делать С другой стороны Она нам нужна Не так сильно Как Она нам нужна Не так сильно Как нам нужно Хилки Бесовщина Все-таки Это больше Для прикола Так Вот еще Где мой Еще один Хороший Шипастый Вон он Да Остался Пора Шипастый Хилять Начинать Ну блин Каждая хилка Сыгранная Будет тупо Сжигаться Уф По моему мы Во первых Вот так По моему мы Ставим сюда Плохого Плохого шипастого Просто Чтобы он Сейчас танчил Чтобы демон Урона Не получал Там есть Клонирующаяся Хилка Ну да Насколько Насколько мне актуально Демона 18 хп Сохранить Я кстати Тоже не знаю Как 2-300 урона Нанести Без того Героя Который Бафается Постоянно Потому что У нас Рампа Нет Вообще Кроме Рампа Отхилок Но это Очень Долго Ставим Короче Какого Есть Чувака Так Этот демон Сюда Идет Ну и мы Хиляем Но не Здесь Блин Я из-за Этого Не сыграл Шипастого Из-за Того Что Плохого Сыграл На первую Позицию Потому что Я лох Ну Будем надеяться Что он быстро Придет Во второй Раз Блин 2300 ХП Жесть Продолжение следует... Даже если Блин У моих Всех Чуваков Будет По 50 Шипов Все равно Сколько Раз Чтоб Босс Ударил Сот Это 20 40 раз 40 45 45 раз Надо Чтоб Босс Ударил Бафф 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 Одного Шипастого На Реген Да Реген Технически Надо бы На всех Поддерживать Шипастых Корее.. Ярозд Реген И босса надо лечить нашего, ну героя в смысле. Дамага в основном от демонов. Да, но демоны, блин, не усиливаются. И мы, вот еще в чем проблема. Ура, мы это сделали. Мы сыграли еще одного Шпастова на первый этаж. Ау, герой пошел бить. Я не заметил. Ну, а мы все равно по-другому бы не сыграли. Мы сыграли максимум, что могли. Окей, help. Спасите меня. Nope. Задамажит демона или нет? Потому что не очень. Не хватит урона. Аааа. Лечи их. Лечи их. Давай. Ты сможешь. Ну уже. Ты с бариген, надо было оригин на одного? Не знаю, спасло бы это меня. Может быть, если весь реген на первого, на третьем этаже. Не, не хватит урона у сердца. Ну, даже, ты чё. Эх. Эх. 400 хп. Всего лишь. Два колоска. Спасибо тебе большое за донат. Сердечко. Слышал, что любишь карточные игры? Культик-симулятор не пробовал? Не пробовал. Много слышал. Знаю про эту игру. Не пробовал. Слушай, билд прикольный. Герой очень интересный. Совсем другой плейстайл. Но тут надо было определиться. То есть, наверное, действительно, стак большого количества регена на одном был бы выгоден, чем попытки отхилить всех. То есть, возможно, в этом случае ты ставишь шипастого, на третьем этаже на него без остановки накидываешь реген и, соответственно, много-много на нем регена делаешь. Да, надо было пять регенов клонить. Ну, так было бы далеко не так весело. Стигийская стража. Заручитесь поддержкой древней стражи Стигийского моря. Таинственные сирены и древние тотемы будут действовать сообща, чтобы изгнать крылатых из ада. Вот так. Мы персонажа открыли, я так понимаю. Ну, или расу, или как тут. Бритвенное лезвие. Усюбивает бойца. Тут получает плюс восемь, минус два. Накидка аббата. Когда союзник получает лечение, переднему врагу наносится урон, равный количеству восстановленного здоровья. Ну, вот что еще нужно для этого билда. Мы, кстати, не выхиливали. У нас не было все время у всех максимум хп. Укладчик. Броня 25. Выпад. Талкивает атакого нам бойца назад. Древний сплав. Поглощение дает 25 брони. Круто. Шпиль уже не тот. Слушай, ну, был хороший заезд. Да, кстати, здесь не забеги, здесь заезды. Потому что мы на поезде. Чу-чу. Все у нас тут появилось. Пока. Пока. Пitas. Пока. 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 Пока.